Тимофей Вагнер Тимофей Вагнер Тимофей Вагнер Тимофей Вагнер Тимофей Вагнер Наша поликлиника находится в центре города Казани, и, возможно, это играет кровь в том, что у нас укомплектованность достаточно высокая. Врачами, терапевтами, участковыми 89%, 90% врачами-специалистами. Ну вот есть еще вот такое, насколько я знаю, по крайней мере, точно зрители сейчас согласятся, есть определенные врачи узкой направленности, они не принимают ежедневно. То есть обязательно как-то вторник-четверг, например, принимает аллерголог, этот принимает тогда-то. Почему нет возможности ежедневно это делать? Ну, в нашем учреждении ежедневный прием врачей-специалистов. Всех? Да. А вообще? Узкие специалисты и не требуются в таком количестве. Порядок направления к узким специалистам, он определен. Чаще всего это бывает не по желанию пациента, а по направлению того врача первичного звена, который определил целесообразность этой консультации. И, кроме того, есть определенный перечень диагностических исследований, прежде чем идти к узким специалистам. Ну, я могу привести пример. Например, сурдолог, специалист по слуху. Он и не должен принимать каждый день в каждой поликлинике. Более того, сурдологический центр работает на город Казань только в одном месте. Это специализированная поликлиника Республиканской клинической больницы. Аллерголог круглосуточно, в две смены у нас принимает в детстве. Это в седьмой детской больнице, но не в каждой поликлинике. В этом нет необходимости. И для взрослого населения работает городской аллергологический центр на базе седьмой городской больницы. Там тоже в две смены принимает аллерголог-специалист. Успевают? Успевают. Успевают. Потому что на самом деле сам лично сталкивался с тем, что, например, нет сегодня к той поликлинике, которой я прикреплен, обязательно надо ждать какого-то дня. А вот если в данный момент, вы знаете прекрасно, особенно когда это дело касается детей, то родители сразу переживают, как так. Но это потом про вызов врача на дом еще отдельно. Я могу добавить только, что в программе государственных гарантий определен максимальный срок ожидания консультации того или иного специалиста. Какой он? Две недели для узкого специалиста, так называемого, и до трех дней при отсутствии экстренных и неотложных поводов для обслуживания к врачу-уческому терапевту и педиатру. Два дня? Три. Три дня? Три дня. Если, например, ребенок кричит, у него там болит что-то. Это экстренный повод. Тут немедленно. Все понял. Хорошо. Как в поликлиниках организована система приема звонков от населения в регистратуре? Вообще, когда мы планировали эту программу, наверное, это было самое основное. Причина проста. Провели эксперимент у нас здесь, и несколько редакторов просто позвонили в разные поликлиники. Ни у кого не удалось, первое место занял человек, который через 40 минут дозвонился. А остальные просто так и не смогли. Как это организована система и почему так происходит? В нашей поликлинике, прежде всего, вызов врача осуществляется через регистратору, потому что функциональных обязанностей регистратора, прежде всего, регистрация вызовов на дом и контроль исполнения этих вызовов. Установлено два стационарных телефона. Кроме того, есть мобильный телефон для приема СМС вызовов от пациентов, которые страдают глухонематой. Во время вспышечной заболеваемости, когда вызова увеличивается, предусмотрено, об этом пациенты информируются заранее, два телефона в инфекционном кабинете и в кабинете неотложной медицинской помощи. Нет, это замечательно, но почему дозвониться нельзя? Кроме того, в нашей поликлинике в каждом кабинете врача-терапевта участкового и врача общей практики установлены стационарные телефоны. И номера телефонов пациенты знают, и они могут сделать непосредственный вызов через кабинет участкового врача. Вызова принимает медицинская сестра. И таким образом осуществляется прямая обратная связь с пациентом и медицинским персоналом. Это да, это звучит очень хорошо, но в жизни получается совсем иначе. Даже если, хотя я даже не знал, что могу у каждого специалиста взять телефон, он обязан мне дать его, так я понимаю? У врачей-терапевтов и врачей общей практики, не у специалистов. Понятно, то есть даже участковый врач, я обязан знать номер его в кабинете, и я могу позвонить. Но, как правило, там отвечает сестра, она на вызове, она на вызове, она на вызове. Нет, когда медицинская сестра в кабинете, врач тоже в кабинете, как правило. А если? И потом пустых часов у нас не бывает. Врачи общей практики работают, предположим, до двух часов, затем их сменяет другой врач, и они взаимозаменяемы. В том числе и в приеме отца. Хорошо, а что вы скажете по поводу того, что на самом деле дозвониться очень тяжело? Вы затронули очень важную проблему. Она актуальна. Особенно сейчас, когда люди хотят и имеют право получить исчерпывающую информацию по вопросу приема. Очень часто ведь звонят не для того, чтобы попасть именно на прием, а узнать, а как это сделать. Так вот, я отвечаю на этот вопрос так. Мы стремимся, то есть вот мы сейчас в пути становления модели записи на прием по трем каналам связи. Ну, во-первых, не будем забывать о старом методе, когда пришел в регистратору и записался. Второй метод – это онлайн, через интернет. Это новая раскручиваемая такая идея, когда через интернет-связь ты выходишь и блокируешь то окно, записываешься на конкретное время конкретному специалисту, и это помогает сделать единая государственная информационная система, которая сейчас внедряется в поликлиниках города Казань. Уже во всех поликлиниках, практически во всех филиалах, может быть, на каких-то еще недоработки есть. Это связано с сетью, со связью, с возможностью просто по мощности прохождения информации. Есть терминалы, на которых куда подошел записаться на прием. Ты гарантированно будешь иметь талон, и это, кстати, очень хороший инструмент регулирования очереди. Потому что если вваливаешься в поликлинике и увидишь там толпу народа, ничего хорошего в этом. Ну, понятно. И третье – это то, о чем говорит Розита Фаатовна, это только в части поликлиник. Это возможность сохранения, адаптации и расширения записи по телефону. С чем сталкиваемся? Вот интернет и запись по телефону не всегда стыкуются. Надо жестко следить, что на это время никто не записался по телефону, в это время он не записался по интернету. Есть сложности такие. Ну, врачи тоже люди, они тоже могут заболеть, у них может что-то дома приключиться, и они могут сорвать как бы прием. И вот сейчас умение руководителя – это сохранить всеми силами обязательность попадания на прием. Иначе вся эта работа у нас, Марк, согласен? Точно, согласен полностью. Друзья, мы продолжим говорить о том, как дозвониться, как попасть на прием к врачу в поликлинике сразу после короткой рекламы. Продолжаем разговор. Тема у нас сегодня – наши поликлиники. Я прекрасно понимаю, что сейчас вы сидите и у вас много вопросов. Все эти вопросы можете оставлять у нас в группе ВКонтакте. Актуальный разговор. Мы обязательно эти вопросы все переадресуем и на них ответят. Сейчас вот такой вопрос. По какому принципу осуществляется очередность приема всех пациентов? Потому что у каждого своя определенная проблема, и каждому хочется попасть первым. Как регулируется? Ну, прежде всего, при оказании медицинской помощи и установлении очередности, врачи должны руководствоваться медицинскими критериями. Это выраженность клинических проявлений заболеваний, тяжесть состояния. И в то же самое время они не должны забывать, что есть определенная группа, категории граждан, которым законодательно установлены права к неочередному обслуживанию. Это герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, герои социалистического труда, полные кавалеры социалистического труда. Это инвалиды отечественной войны, участники отечественной войны, доноры, участники боевых действий, Чернобыльцев и так далее. То есть об этом нужно помнить. Но что касается предварительной записи, то участковый врач планирует повторные приемы. То есть на каждом рабочем месте установлены компьютеры, и участковый врач определяет, или врач-специалист определяет дату приема пациента в следующий раз. То есть прием, то есть пациент уже уходит с четкой датой, когда он должен прийти. И учитывая то, что осуществляется прием, запись на прием через портал государственных услуг, медицинские работники прослеживают электронную запись. То есть в электронной записи первично записаны пациенты онлайн, и также повторно записаны пациенты непосредственно врачами, участковыми, специалистами. — Теперь что касается вот этого онлайна. Прямо пошагово давайте, потому что многие не знают. Есть, как вы говорите, по старинке, либо надо идти, но если там температура или еще что-то нет возможности, начинаются звонки. На 15-й минуте терпение. Вот как это? То есть у каждой поликлиники есть отдельный сайт, я так понимаю? — Не совсем так. Вот сейчас это будет, то, что вы говорите, отдельные сайты и возможность записаться просто с домашнего компьютера. Сейчас я все-таки адресую всех прийти заранее и записаться через терминал, потому что вот эта система с обратной связью, она уже работает. И хотела бы добавить по вопросу предыдущему, потому что мне кажется, это очень важно, чтобы пациенты это понимали. Есть ведь так называемые экстренные и неотложные поводы, с которыми просто невозможно сидеть в очереди, либо ждать, когда твоя очередь подойдет. Тем более, что программой госгарантии три дня — это возможность ожидания планового приема участкового врача. В этом случае у нас в каждой поликлинике обязательно существует так называемый кабинет доврачебного осмотра. И вот есть ли повод, есть ли плохо, непонятно что, надо обратиться туда, где медицинский работник, фельдшер или медицинская сестра обученная уже проведет ориентировочный такой осмотр для того, чтобы понять, насколько срочно надо оказывать здесь медицинскую помощь. Либо срочно вести к врачу, а такой дежурный врач в каждой поликлинике есть с этой целью, либо вызывать скорую помощь, если там действительно ситуация настолько серьезная, что здесь и в поликлинике это делать нечего. Вот важны критерии. Критерии, когда человек находится дома, и очень часто мы слышим, что вот приходите, вас посмотрим. Не может человек прийти. То есть, что нужно? Насколько я знаю, что уже выучили, и многие люди идут на хитрости, говоря о том, что у меня 39 температура, поэтому я не могу. На самом деле, может, там совершенно другие симптомы. Вот у меня это болит, но вот вроде как прошло. По каким критериям? Есть перечень экстренных и неотложных поводов, по которым есть распределение такое, вот оно очень условное. И по ним, кстати, можно оказывать и приоритетность определенную в сортировке вот таких вот вызовов. Ну, все-таки, если пациент описывает типичный болевой синдром, характерный для инфаркта миокарда, ну, вряд ли его следует откладывать в какой-то дальний ящик и в дальний угол, мы можем просто не успеть с этой помощью. То есть, такая работа, и это, собственно говоря, качество первичной сортировки медицинских поводов, она в каждой поликлинике у нас организована. И это элемент первичного контроля качества нашей работы. Вот. В то же время мне бы хотелось сказать, что, ну, а стоит ли с такой частотой и упорством звать врача на дом? Есть ли настолько серьезное заболевание, которое маскируется под какие-то вот, ну, такие вот, ну, вроде бы невинные синдромы? Болит голова, повышенная температура. Ну, ведь это может быть и менингит. Ну, это может быть устроен. Что может сделать на дому врач участковый? Ну, только опросить. То есть, вы предлагаете вызвать скорую? Я предлагаю идти все-таки в поликлинику. В этом случае у нас предусмотрена возможность экстренной сдачи анализов, проведения экстренной рентгенографии легких. Я согласен, но мы слышим сразу же, в этой же очереди, это уже не касается врачей, но стоит и там у меня, тут всем плохо, мне надо срочно анализы, всем надо срочно. Вот здесь все-таки я уже упомянула о том, что есть отдельный кабинет до врачебного осмотра, потому что очень трудно воздействовать на людей. Они действительно записались, они добросовестные пациенты, они хотят вовремя попасть к врачу. У них свои планы на оставшуюся половину дня. Помните, что в Конституции ведь у нас равноправие. Это факт. Это железобетонный факт, я бы сказала. Поэтому, вы знаете, здесь надо не только себя уважать и свои мотивы, которые вами двигают, но и уважать права других пациентов. У нас механизм такой существует. Можно обратиться вне вот этого врача, и там фельдшер или опытная медсестра определит экстренность этих поводов. Они ничтожны по сравнению с тем потоком, которым нужно какие-то проблемы действительно сейчас решить. То есть медсестра может решить, пойдете вы первые все очереди или все-таки стоит посидеть. Да, именно так. Все понятно. Идем дальше. Тоже один из, наверное, главнейших, является отсутствие полиса обязательного медицинского страхования поводом для отказа в оказании услуг. Потому что многие с этим сталкиваются. И как бы мы ни хотели, но понятно уже процентов, наверное, 80 или 90 имеют. Но есть люди, которые без этого полиса как-то живут, существуют. Им отказывают. Хотя, опять же, если брать конституцию, обязаны всем. Ну, прежде всего, программа госгарантии вообще жестко регламентирует наличие полиса обязательного медицинского страхования при обращении за медицинской помощью. Каждый гражданин при обращении за медицинской помощью, пункт 3.5, должен предъявить полис, обязательно, обязан предъявить полис медицинского страхования. Ну, это это полис. В приеме экстренной медицинской помощи. То есть жестко регламентируется. Однако, ну, в медицине, по-моему, категоричности не должно быть, как показывает опыт и практика. Я согласен, да. И поэтому, я думаю, надо помнить и 323-й федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, который не допускает ни оказания медицинской помощи, и исходить рекомендует из приоритета пациента при оказании медицинской помощи. И поэтому, я думаю, трудно определить грань экстренной медицинской помощи, неотложной медицинской помощи, да и течение заболеваний на современном этапе трудно прогнозировать. И поэтому помощь, конечно, нужно оказывать. Что касается населения нашей поликлиники, которое прикреплено к нам, вопросов в поисках полиса, номера полиса обязательного медицинского страхования нет. Они указаны в амбулаторной карте, есть в базе поликлиники. То же самое с жителями Республики Татарстан. То есть мы можем войти на сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования и определить номер полиса. Что касается посетителей других регионов, то мы оформляем документы, предъявляем фонд обязательного медицинского страхования и поиском полиса, и условиями оплаты занимается уже фонд обязательного медицинского страхования. Да, вот это очень интересный именно вопрос. Когда, грубо говоря, у меня полис Татарстана, я приехал куда-нибудь, не знаю, в Ростовскую область, и мне там отказывают. И точно так же здесь, если человек приехал с Челябинска в Казань, ему отказывают. Куда звонить, куда обращаться, на каком основании? Ну, я бы так категорично это не говорила, потому что программа государственных гарантий, так и называется, программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Республики Татарстан. То есть механизм расчета с другим регионом за застрахованного, он существует. Но мне бы хотелось, наверное, подчеркнуть немножко другой аспект. Есть ведь люди, которые не являются гражданами Российской Федерации. Ну, характерным, таком, типичным примером могу привести. Это беременная женщина из Средней Азии. При всем уважении к беременности, вы понимаете, мы будем принимать у нее роды, и нам никто за это не заплатит. То есть механизм возврата вот этих денег, это специальные трансферты, которые делает фонд обязательного медицинского страхования. Но осматривать, наблюдать эту беременность так же, как это делается для застрахованной женщины, вы знаете, просто невозможно. Потому что иначе это будет в ущерб нашим гражданам. Согласен, что касается иностранцев. Но реальные факты налицо. И вот перед программой мне говорили, что человек с Чебоксарой, ему прямо отказывают. Отказывают, говорят, вот едь туда к себе, тут недалеко, там это, скажите, вот сейчас нам нужно как бы оказать помощь информационную всем зрителям. Куда обращаться, если вот так к вам? Я согласен, что не все. Но есть такие врачи, может, некорректные. И вот так вот говорят, что делать человеку, которому отказали. У него есть полис, ну, с другого региона, например. Вы знаете, ну, мы в управлении здравоохранения города Казани по телефону 238-15-44 даем разъяснение, что делать, в каком случае. Потому что вот при всем моем уважении, пациент из Чебоксар, он может ведь обратиться по разным поводам в нашу поликлинику. Понимаете? И ему действительно могут подсказать, что вот с этим исследованием или за этими анализами вам придется действительно ехать в Чебоксары. Либо открепляться там, и если это долгая история, приехали надолго сюда, прикрепляйтесь здесь, пожалуйста, милости просим. То есть, в принципе, это надо решить с правовой точки зрения и в интересах пациента. Вот хорошо, с правовой. Все-таки они обязаны оказать ему медицинскую помощь? В определенных пределах. В каких? В каких экстренные и неотложные поводы абсолютно все. То есть, заболел, острое заболевание, заболело сердце, повысилось давление, болит голова. Обязательный осмотр. Обязательный осмотр. Понятно. Давай сейчас вот ответим. Ну, просто прокомментируйте. Это сайт, его тут поликлиника, не будем называть ее, не будем обижать. Может, все хорошо. Хотя, это все датировано первым августа. Ничего не понравилось. Это полный кошмар. Всю жизнь были прикреплены к этой поликлинике. И всю жизнь там полный бардак. До регистратуры никогда не дозвониться. Просто не берут трубку. Врачи хамят все поголовно. Такого отвратительного отношения к пациентам я не видела. У меня серьезно заболела мама. Диагноз – острый панкреатит. Чтобы получить больничный лист после стационарного лечения, записалась на прием через электронную очередь. Пришли точно в записанное время. В итоге просидели полтора часа в живой очереди. Врач без конца бегала из кабинета по своим делам. То чашку мыть, то еще что-то. Ну, то, что описывает пациент, подлежит, конечно, расследованию. Мы эти расследования проводим обязательно. Куда писать? Вот она написала на обычном блоге. Надо написать в управление здравоохранения по городу Казань. С просьбой провести, или с требованием, вернее, провести проверку. Тогда на основании этого заявления мы посмотрим, что там в поликлинике и чем занимался врач. Более того, есть возможность каждому пациенту обратиться в страховую медицинскую компанию. То есть в каждой поликлинике есть информационные стенды страховых компаний. Это спасение Акбарсмед и Чулпанмед. Более того, значит, на стенде Акбарсмеда есть непосредственно прямая связь. То есть можно снять телефон, сразу выйти на диспетчера и решить все вопросы. Сейчас посмотрим БЛИЦ-опрос. Граждан на улице опросили о работе поликлиник. Практически я не обращаюсь к врачам. У меня крепкое здоровье, поэтому я ничего плохого, ничего хорошего сказать не могу. Все в порядке вроде сейчас. Сейчас везде электронные очереди. Ну, нормально отношусь к врачам. Не, ну, сейчас вот сделались компьютерные системы, эти очереди. Опять берешь талон, потом опять встаешься, чтобы взять карточку. Неудобно стало. Ой, ну, конечно, сталкивались и с очередями сталкивались. Потому что сейчас по записи в основном принимают. Но когда приходишь по записи, очень много приходит, которые по очереди. И поэтому, получается, все время надо и ждать, и по записи, и по очереди. То есть очень долго. И неправильные диагнозы тоже ставят, естественно, уж с ребенком. Тем более там все время. Один врач одно говорит, потом идешь к другому врачу, он другой говорит. Вот, например, вот вчера, да, ситуация такая была, столкнулась. Записывались, да, там вот эти аппараты же стоят, терминалы для записи. То есть записываемся, пришли, все равно живая очередь, это опять же ждать. Я сама живу в авиастроительном районе, и я сама хожу в детскую поликлинику. И постоянно не могу дотуда дозвониться, постоянно занято. И там мне отвечают, я говорю, почему все время у вас занято? У нас не хватает кадров, чтобы ответить, у нас много народа, постоянно очередь у меня. Ну, вот так вот отвечают наши граждане. Понятно, есть, положительно, есть. Вот сейчас буквально каждый из своих гостей, я дам буквально по 30 секунд, и вы сможете как-то прокомментировать и дать какие-нибудь советы и рекомендации всем пациентам нашего города. Пожалуйста, ваша вот эта камера, ваша вот эта. Меня этот опрос не удивил, потому что мы свои опросы проводим и анкетирование пациентов. У нас получается 52% людей, которые довольны работой в поликлинике. Какие советы я могла бы дать нашей аудитории, в том числе тем, которые давали вот эти вот интервью? Ну, все-таки надо конкретизировать свои ожидания в поликлинике. Надо четко понимать, для чего пришел. Надо слушать врача. Хорошо. Я соглашаюсь с Альбиной Азатовной. Вместе с тем, я бы хотела добавить, конечно, однозначные недостатки в работе есть. И в первую очередь, я думаю, пациенты должны обращаться к руководству поликлиники, поскольку именно руководитель заинтересован в том, чтобы нивелировать эти недостатки и решать по горячей линии сразу эти вопросы. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо за беседу. Друзья, вам рекомендую только одно. Идем семимильными шагами к будущему. Поэтому все-таки делайте это через электронные помощники, через электронных помощников. Будет быстрее, легче. Ну и все-таки 21 век на дворе. До свидания. Продолжение следует...